Я был на Ялтинской конференции Кстати, к нам туда приехали немецкое отделение НОДы И предложило провести Ялтинскую конференцию Мировую по борьбе с фашизмом Молодцы, это НОДовцы, даже немцы Специально туда приехали, чтобы начать переговоры по этому вопросу Самое главное, для чего Путин это сделал Для чего он туда собрал депутатов? Для того, чтобы их держать как удав в поле зрения Потому что вы же смотрите, что происходит на Украине Например, Верховная Рада в полном составе переметнулась на сторону интервента врага Правильно? Взяли и прямо фракциями на сторону врага перешли В России такое может быть? Может Такой, сами говорите, что вся Дума работает под американцами Системно Но есть системная работа А когда американцы переходят к военной фазе оккупации Военному перевороту, это следующий этап Это другое Одно дело, что человек просто втихаря работает в системе Соединенных Штатов Америки А другое дело, что он занимает позицию, решение О публичном переходе на сторону карателей своего народа Это серьезное решение, которое украинские депутаты прошли Они и раньше были системой американской на Украине Но на каком-то этапе они перешагнули черту и стали карателями То есть вот на прошлой неделе Верховная Рада приняла закон о том Что любой человек, который находится в зоне карательной операции Подлежит расстрелу, если он не понравится солдату, который идет Видите, идет ребенок Не понравился, он его расстрелял, пошел дальше Право у него такое Рада дала Верховная, законом Что-то я про это не считал, но это совсем жутко Вот так как вы хотите Это карательная операция Американцы устроили уничтожение украинского населения Право стрелять без предупреждения Полномасштабная Это уничтожение полномасштабного украинского населения Потом и российского будет Это же их карательная операция Вот и все, это логично Так было всегда, ничего нового американцы не придумали Так вот, первое поле зрения для того, чтобы держать их в контакте То есть подождите, депутатов сейчас вот летом каникулы, да? Да Они разъехались Они приехали По югам Им предложили встретиться Они встретились с жителями, три дня встречались с жителями Крыма Жители Крыма более-менее втолковывали, как решать политические вопросы А, то есть это наоборот, это не депутаты им втолковывали, а жители Крыма Естественно, жители Крыма прошли через школу НОДА Как система, референдум, освобождение и прочее Это школа НОДА И депутатам это объясняли То есть депутатов же надо еще, их надо как бы надавить на них Жители же Крыма, что сделали? Они надавили на своих депутатов Своего совета государственного там какой-то И заставили принять решение в интересах народа Ну это, что это такое? Это в чистом виде НОДовская технология И сейчас они встретились уже с российскими депутатами Естественно, вежливо Естественно, как бы не все понимая Но они установили с ним определенный контакт После чего их привезли к Путину И Путин посмотрел его в глаза Для того, чтобы они не свинтили в сторону врага Вот для чего это была встреча Это первый аспект Как это сделали депутаты на Украине А подчеркиваю, депутаты Верховной Рады Ничем не отличаются депутаты в Госдуме Технология такая же Это первое И второй момент Путин там фактически дал понять Что он пойдет до конца При этом он дал и технологию Он сказал, что мы сейчас занимаем оборонительную позицию Я перевожу Мы добьемся пробоя и ошибок Со стороны интервента, оккупанта Соединенных Штатов Америки И их союзников, Германии и других Это как Курская битва Враг проявит себя полностью Потому что на его стороне информационное пространство Пропаганда Поэтому важно, чтобы он проявил себя И как враг рода человеческого Посмотрите, что делают американцы Американцы даже запрещают гуманитарный конвой на Украину Это же чисто античеловеческая оппозиция Да, канадский самолет привозит каски Там бронежилеты Это создаст условия Это создаст условия для контрнаступления Вот что сказал Путин В принципе он выбрал стандартную российскую уже тактику Отечественной войны Это защита Накопление сил Чистка пятой колонны А без этого невозможно провести наступление И дальше контрнаступление Вот общая логика Если вы обратили внимание Депутаты, которые там выступали И Зюганов, и Жириновский, и Мизулина Говорила вообще полностью из роликов нода Вот один к одному Вот мы как бы закладывали это в мозги Это к вопросу о нод Побеждает нод или нет Естественно, они никогда этой позиции не занимали И вот за год, особенно за последнее время У них единственный источник позиции оказался Это национальное освоительное движение Российской Федерации То есть мы источник позиции для тех Кто после тяжелых раздумий Решил все-таки не предавать свою родину И встать на сторону национального курса и Путина Понимаете? И когда такой человек так решил В силу разных причин Разного характера В том числе личной безопасности Или еще чего-то Или недоверие к американцам Ему же надо свою позицию реализовать В плане что делать Идеологии Почему мы уверены и спокойно ждем Когда эти же депутаты Которые сейчас категорически против референдума Которые категорически против изменения Конституции Когда они сообразят Что иначе труба Да что значит, когда они сообразят Так надо им помочь, наверное, сообразить Естественно, мы им помогаем Помогаем им, общаемся с ними Уговариваем То есть они уже взяли 80% идеологии НОДА Осталось взять главное Уже Жириновский заговорил языком НОДА Про флаг даже вспомнил Зюганов заговорил Осталось главное А главное это 91-й год Внешнее управление России И механизм решения Конституции И референдум по Конституции Вот это главное То есть они прошли почти всю дорогу А главное еще бояться Почему? Потому что они участники процесса внешнего управления Они же это знают лучше всех То есть им теперь надо не просто встать на позицию НОДА А им для этого придется покаяться А это другое моральное напряжение Нет, конечно, мне жалко покаяться для галочки Но это другое моральное напряжение За него же может быть и спрос Почему ты участвовал Вместе с Полосковым в ликвидации Советского Союза Например Могут же так спросить И спросят Вот поэтому Путине надо смотреть в глаза Чтобы не сдрейфили, не разбежались Продолжение следует... Продолжение следует...